После моего предыдущего ролика возникла необходимость объясниться, потому что люди спрашивают, а кто же законный наследник Российского престола? И этот вопрос торпедируется специально подготовленными силами, среди которых секта Назарова является, можно сказать, ключевой, который поставляет в мозги малообразованных или мало в чем смыслящих русскоязычных россиян такие смыслы, которые отрицают вообще восстановление монархии в России, при том, что Михаил Назаров себя декларирует в качестве монархиста, но он не участник русского движения, он не консерватор, не националист, то есть он такой специалист по мозгоблудию. И началось это довольно давно, поэтому различные провокации и клеветнические выступления для этого человека и его секты являются нормой. И как только я упомянул его в своем выступлении, естественно, клевета, мой адрес продолжилась, и Михаил Назаров, несмотря на то, что я с ним не поддерживаю отношения уже много лет, решился мне написать, написал очередную гадость. Я несколько строчек посмотрел, дальше читать не стал, мало ли, что пишет какой-то мозгоблуд. Да, надо отдать должное, человек занимается, пишет книжки, валит туда все в единую кучу, никаких аналитических выводов он не делает, или если делает, то он делает как пророк, а не как ученый. Так он считает себя вот таким пророком. Его секта считает, что они-то и есть Союз Русского Народа, хотя эта организация ни в чем не участвует уже лет 15, не меньше, может быть даже больше. И, собственно, сам Михаил Назаров является одним из тех, кто активно занимался уничтожением Союза Русского Народа, именно им. И ему подобными людьми был после смерти Вячеслава Клыкова, основателя Союза Русского Народа или восстановителя в нынешней реальности. Устроен скандал, устроена, можно сказать, драчка за пост председателя или руководителя Союза Русского Народа. И таким образом они растащили, разрушили организацию. Ее не существует вот с того самого момента, когда пытались определить, кто уже руководитель. Этот вопрос оказался гораздо важнее, чем существование самой организации. Вместо того, чтобы как должен поступить русский православный человек, отойти в сторону и сказать, ну попробуйте вы, наверное, ваше достоинство выше, чем мои, если вы так энергично следуете вот этой идее, что вы должны возглавлять. Нет, Михаил Назаров предпочел объявить о том, что это он председатель Союза Русского Народа. И так до сих пор таковым себя и считает. Ну и секта его преисполнила такой же уверенности. А следствием всего этого является постоянная дискредитация монархической идеи тем, что никакого монарха нет и быть не может, что соборное клятва 1613 года не действует, что династия Романовых не может быть восстановлена, а коль скоро не может, то не может быть законно восстановлена никакая другая, потому что других никаких династий в Российской империи не было. И иногда говорят, давайте Рюриковичей. А кто такие Рюриковичи? Покажите хоть одного. Все эти люди давно отошли в сторону. И родство с действующими монархами настолько отдаленное, что потомки Рюриковичей никаких прав и даже мысли о том, что они такие права имеют на Российский престол, не предполагают. Нет никаких Рюриковичей. Соборное клятва 1613 года предполагает анафему на тех, кто считает, что может быть какая-то иная династия в Российской империи. Законы Российской империи – это и есть та самая Божья воля, которую так называемые соборники ожидают, что вот Господь Бог укажет нам, пальцем покажет, прямо вот сойдет с небес и пальцем покажет, кто является новым русским императором. Такого, конечно, не будет, Божья воля уже выражена, и она выражена именно в соборной клятве 1613 года. Это клятва наших предков и за нас тоже, это клятва о том, что русские люди должны быть верны династии Романовых, и никакой другой не может быть. Любая иная является иностранной, или любой иной выходец из каких-то других кругов. Знаете, было такое поветрие, что давайте мы потомка маршала Жукова назначим императором, или императрицей, там его внучка где-то одно время была довольно известна, и вот ее проталкивали тоже вот как продолжателя монархии. Давайте под монархическую идею подсунем чего-нибудь иное. Ну, Путина, например, как делает группировка Малафеева. Они говорят, мы монархисты, мы за монархию, мы публикуем разные материалы на телеканале Царьград. Все очень такое монархическое, только монархом у нас является Путин. Вот, и поэтому выдумка там, что какое-то родство там отдаленное имеется с российскими императорами, конечно, нет ничего, этого и рядом не было. И Назаровская секта, она играет в ту же самую игру. Я уже не говорю о провокации, которая состоялась, которая стоила мне очень дорого, и особенно мне, когда нам было подсунуто письмо, и депутаты фракции Родина, и отчасти коммунисты, подписали письмо в прокуратуру, где специально была закладочка такая была сделана, которую, кто невнимательно читал, не заметили, а кто заметил, решил, что, ну, это пустячок, из-за этого отменять те подписи, которые уже стоят, не стоит. И из-за этого был организован огромный скандал, скандалище, который стоил очень дорого всем остальным, но не Михаилу Назарову. Михаил Назаров так себя решил прославить. Вот тогда он себя, видимо, и почувствовал пророком, который может манипулировать другими людьми. Ну, и тогда же, в общем, отношения мои с ним быстренько разладились, потому что, в общем-то, понятно, что ему было нужно тогда, и что ему нужно сейчас. Так называемое письмо 500. Подписали 20 депутатов, один потом отказался. А потом оказывается, что это не письмо в прокуратуру, которое не предполагало публичного обсуждения, а предполагало правовое решение. Оказывается, это все написал Назаров, и там с Душеновым они все это начали публиковать. Душенов сейчас отвязанный путиной. Это раньше был православным христианином. Сейчас, конечно, это совсем другая роль. И у Назарова совсем другая роль. Тогда он якобы боролся с засилием иудеев во власти. Да, в общем-то, не во власти, а просто ему надо было себя проявить как главный борец с иудаизмом. А получилось так, что он подставил депутатов, превратил то, что должно было быть правовым решением, то, что должно было превратиться в уголовные дела по возбуждению вражды в отношении русских православных людей. Он превратил это в шоу. Шоу для раскрутки самого себя. А результат был удар по депутатам, для которых это не была ключевая тема. Ну что там, закрыть несколько еврейских общин, что ли, или запретить распространение шулха на рук. Да это наплевать на это. У нас гораздо более серьезные проблемы были. У нас была и до сих пор остается иудизированная власть. Но против нее-то Назаров ни слова нигде и никогда не сказал. Но он, собственно, как был представителем определенных сил, так и остается им. Если есть задача разрушения государственности, в том числе и российской, то есть и самые разнообразные методы. То есть с любой позиции, которая искажена, извращена, удар по государственности наносится. Мы русские националисты, мы государственники. Тот, кто не государственник, тот и не националист. Вот тоже есть там всякие проходимцы, которые поехали против русских воевать на Украину, которые здесь проводили акции в поддержку ЖД Бандеровцев, как они и сами себя называли. Это никакие не русские националисты. Это сепаратисты и анархисты. То есть с любой позиции можно занять позицию коммунистическую, либералистическую и даже националистическую. И с этих позиций громить будущее русское государство. И, собственно, от государства уже мало чего осталось. Но чтобы оно не возродилось, вот одна из сект действует с позиции якобы монархической. Реализуется довольно обширная программа по ликвидации государственности вообще, в том числе и российской государственности, и государственности Соединенных Штатов. Вот сейчас уже это стало очевидным, что существуют силы, которые сильнейшее государство должны уничтожать. Вот СССР как сильнейшее государство, и которое могло трансформироваться в Россию, а из России в Российскую империю, не потеряв территории. И все это было возможно. Надо было расколоть, разрушить. Поэтому антигосударственные силы вот и спонсировались. Михаил Назаров тоже поработал над этим вопросом, когда работал в НТС и вел пропаганду против СССР, на самом деле против государственности, против коммунизма. Он и сейчас против коммунизма не особо-то выступает. Он выступает против русских православных людей. И никогда ни в каких русских мероприятиях он не участвовал. У него там свои мероприятия. Он там присосался к фонду славянской письменности и культуры, там забил, что там ему все, все там можно, другим может быть нельзя, или можно, но только за деньги, а вот ему там можно все. Вот он там и вел свою пропаганду в своей секте, и вот эта секта сейчас всплыла. Почему? Я, в общем, забыл про Михаила Назарова, я не помнил про него. На что мне сдался человек, который абсолютно бесплоден и бесполезен для будущего, для русского будущего, для русского национального государства, который еще и вред наносит русскому мировоззрению. Я забыл про него, но тут вот эта секта всплыла, которая с наглой уверенностью начала опровергать то, что у России вообще может быть какой-то наследник престола. Как они это делают? Есть и последний император, который провозгласил себя императором, это не Николай II, а его двоюродный брат Кирилл I, который за рубежом, ожидая, что все-таки большевики рухнут, и России нужен государь-император, провозгласил себя таковым на основе российского закона о престолонаследии. Четко на него указывал этот закон, и он не мог уклониться от ответственности. И это одна из обязанностей династии, которая сохранилась, почему-то думают, что расстреляв всех потомков Александра III, большевики уничтожили династию. Нет, нет, есть потомки Александра II и другие потомки в иностранных династиях, тоже есть те, кто могли бы восстановить свои права, выполнив определенные действия, которые требуют закон о престолонаследии, тоже могли бы встать в очередь. Если отказывается первый, то следует второй, отказывается второй, следует третий. Вот эта очередность есть, она существует, она рассчитывается по закону, который был сначала введен Павлом I, а потом совершенствовался. И закон Российской империи о престолонаследии это единственное основание, которое определяет, кто законный наследник. Это, я надеюсь, понятно? Или считается так, что я должен выбирать, я буду участвовать в выборах Земский собор, а Земский собор будет выбирать? Нет, монархов никогда не выбирают. Кто выбран и избран, тот не монарх, тот не монарх, тот вот вроде Путина. И вот это вот отребье, которое выбирает, ну надо признать, что русский народ превратился в отребье вот под властью большевиков еще не до такой степени. А вот сейчас, последние 30 лет, ну кого выбирают-то? Так чем дальше, тем хуже. То есть каждый раз идет деградация, и сейчас на нынешних выборах, это уже просто вот, я не знаю, либо из психдома люди, либо конченые подлецы, преступники, прямо записано, что человек был осужден по уголовному праву. Либо тупицы такие, что особенно губернаторы, ну посмотришь, они даже говорить не умеют, какое там управлять, какая губерния у них. И такие люди, как Назаров и его сектор, они как раз способствуют этой власти, они говорят, ну нет никакой альтернативы, выбирать только. Мы выберем себе очередного негодяя. Вот монарха только могут призвать, и не те, кого выбрали, да не надо никакой Семский собор, не выбирался. Выдвигались лучшие вот от этой религиозной общины, от этого монастыря. Мы подумали, мы не выбрали, мы посовещались и решили, кто наш представитель поедет на Земский собор. Мы, там, городская община, собрались, не всеобщее, равное тайное голосование, а собрались лучшие люди, самые уважаемые люди собрались и решили, от нашего, от нашей общины, от нашего города поедет, или от нашей губернии поедет на Земский собор вот тот-то. И никак по-другому, никаких свободных выборов. Выборы это бесовщина, самое настоящее. Ну, какая монархическая позиция, которая не пытается выяснить, а где, где, где вот остались эти права на Российский престол. Кто теоретически может, теоретически пока только, может занять Российский престол. Мне это наглое существо, я так больше не мыслю себе определять вот в своих представлениях Михаила Назарова, начинает предъявлять претензии в том, что, а вот раньше ты был приверженцем Марии Владимировны Романовой, а теперь вот разочаровался. Да я никогда не разочаровывался. Я как раз Марии Владимировну Романову уважаю за то, что на ней сконцентрировались монархические настроения, и во многом они сохранились именно благодаря тому, что был заявленный наследник престола. Ну, выяснилось, это окончательно определилось в 2013 году, когда были опубликованы соответствующие материалы, исследования, что все-таки брак родителей Марии Владимировны является марганатическим. И все, я как человек, который верен монархии, я верен и монархическому законодательству. Кто наследник престола определяется только и исключительно законом Российской империи, ничем другим. Не произволом вот этих проходимцев, которые сами себя там в пророке определяют, или сами себя считают какими-то исключительными личностями, которые другим раздают оценки, которые определяют, этот Романов подходит, этот Романов не подходит, а это вообще Гогенцоллерн почему-то. Причем здесь Гогенцоллерн, если отец Георгия Михайловича Романова имел фамилию Романов на момент рождения сына. Да, он связан с очень уважаемой династией Гогенцоллернов немецкой, и это имя, может быть, оно по-русски кому-то режет слух, но это одна из самых уважаемых аристократических фамилий царской крови в Европе. А он Гогенцоллерн, он Романов прежде всего, а во-вторых, Гогенцоллерн. Если бы он имел права на престол, он бы и был наследником Российского престола, но не имеет. Так уж получилось, выяснилось это, может быть, Мария Владимировна сама этого до конца не осознает, но надо сказать, что она и не проделала многие действия, которые требуются для того, чтобы быть наследником Российского престола, и по этой причине она никогда себя как наследник престола не объявляла. Она не объявила о том, что она является носителем наследственности, хотя как бы считала, что подразумевается. То есть, если она носитель, то ее потомки тоже являются носителями, в определенный момент они могут объявить о том, что они наследники Российского престола. На это был расчет, то есть, не прямое объявление, а сохранение вот этого права. Но, коль скоро Мария Владимировна не является наследником, возникает вопрос, кто наследник Российского престола. Проходимец Михаил Назаров сделал все, чтобы очевидность этого вопроса была затенена, и чтобы никто не мог решить этот вопрос для себя. Или решений, чтобы было множество, каждый свою вкусовщину впихивает. Для того, чтобы это произошло, он занимается постоянно, и сейчас продолжает дискредитацией, дискредитацией Кирилла Владимировича Романова, двоюродного брата государя-императора Николая Второго, который остался старшим в династии после большевистских расстрелов. И он наследовал права на российский престол. Его дискредитация происходит методом фальсификации его биографии. Мало того, что скрывается тот факт, что это боевой русский офицер, который воевал в Порт-Артуре, который с затопленного корабля смог выплыть, геройски сражался за Россию. Он сидел там в столицах и не ожидал своего права на престол и никогда не ожидал, что он будет наследником престола. Это волей судеб. Вот так получилось. Как ведется дискредитация? По самым разным основаниям. Первое основание, а он был лишен права на престол и показывают документ. Он лишен решением Николая Второго за то, что вступил в близкородственный брак. Вот документ. Но лжец Михаил Назаров он скрывает другой документ, который отменяет действия первого. И близкородственный брак представляется чем-то таким. Некий негодяй, подлец пишет там или в дискуссии для других, чтобы дискредитировать фигуру наследника престола, через которую идет наследование и живущих ныне людей, пишет об этом браке, что это инцестуальный брак. Кросскузенские браки во всех династиях присутствуют. И нигде они инцестуальными не называются. Нигде. Это подлая гнусная ложь. Ложь Назарова. Его идиоты, которые его слушают, они эту ложь закладывают себе в голову, а потом пропагандируют. Это инцестуальный брак. Нет, кросскузенские браки это обычный брак внутри некой общности, которая может сужаться и круг общения не такой. То есть, тот, кто наследует престол, он не может жениться на ком угодно. И поэтому зачастую это не приветствовалось, не приветствовалось. Инцестуальный брак, он прямо запрещен церковным законом. Прямо запрещен. Кросскузенский брак не приветствуется. И это все. То есть, он предосудителен. И Николай Второй отреагировал на это, он не одобрил этот брак. И поэтому лишил права наследства Кирилла Владимировича, но потом отменил свое решение по различным просьбам и по тем обстоятельствам, которые он знал. А вы, те, кто судит или осуждает, не знаете этих обстоятельств. Главное для нас решение государя-императора восстановить права наследования, хотя реальной возможности занять престол конечно Кирилл Владимирович в тот момент не имел, на это не надеялся и это не было его целью. Брак его был законным, он был признан законным, права наследования не отнятый, а подлецы секты Назарова объявляют всем, что государь-император отменил права наследования Кирилла Владимировича. Вторая претензия к нему, а он предал Российскую империю. Ты кто такой, во-первых, чтобы судить? Ты кто такой? Ты пыль под ногами по сравнению с той историей, которая освещена божественным присутствием. И вот эти антихристианские, я бы сказал, антицерковные, антихристианские, антироссийские идеи, они пропагандируются путем лжи. Ну, отец лжи известно кто. И вот Назаров и его секта выступают как проповедники или сторонники этого отца лжи, утверждая, что Кирилл Владимирович изменил родине, что он там привел в поддержку изменников вот этого временного правительства гвардейский экипаж и нацепил еще себе красный бант на китель. Информация об этом исходит от изменника, от родзянка, который там на митинге провоскласил с нами великий князь Кирилл Владимирович, вот он пришел и привел в нашу поддержку, да не приходил, он не приводил в поддержку, он старался сохранить дееспособность гвардейского экипажа, который лишь частично находился на территории Санкт-Петербурга, а значительную часть находилась в царском селе, и он не руководил непосредственно этой частью в событии. Никакого красного банда, конечно, не было, хотя многие офицеры тогда нацепляли бант, не потому, что они являлись сторонниками Вренинного правительства, а потому, что их убивали за отсутствие, вот красный банк был как охранная грамота, и если есть свидетельство изменника Родзянко про красный бант, чего не было, и если есть какие-то публикации в тогдашней литературе, известно, кто тогда возглавлял газеты, и Шульгин в свое время опубликовал просто список, и кто есть кто в этих санкт-петербургских изданиях, они же, кстати, опубликовали манифест об отречении государя-императора Николая Второго, мы, Николай Второй, не было такого манифеста, манифеста об отречении Николая Второго не существует, есть свидетельство о том, что не было никакого красного бант, есть свидетельство о том, что абсолютное неприятие было у Кирилла Владимировича этого государственного переворота, и поэтому под страхом смерти, можно сказать, он выехал из Санкт-Петербурга, сначала в Финляндию, потом уехал в Европу, и он никогда не поддерживал этот государственный переворот, но Назарову и его секте надо доказать, что вот этот основной, основная ветвь наследования, которая вряд ли исчерпается когда-нибудь, не является законной, а кто является законным наследником, не должно быть определено никогда, это цель с монархических позиций не допустить никаких монархических настроений в России, чтобы все превращалось в какую-то грязную кашу сплетен, вот эти сплетни, собранные от февралистов, Назаровым и его шайкой, я прямо так скажу, является инструментом для дискредитации монархической идеи вообще, а с точки зрения здорового, здравого монархиста, права наследуются Кириллом Владимировичем Романовым, двоюродным братом, прямым потомком по мужской линии государя-императора Александра Второго. Еще раз скажу, что до революции части, кто мог наследовать от Александра Третьего, престол умерла, остальные были все до одного расстреляны, уничтожены большевиками. Поэтому наследие переходит к старшему из рода, который идет от Александра Второго. Старшим является Кирилл Владимирович Романов. А мы о нем ничего не знаем, и еще большевичи, вот эти наглые подонки, еще говорят, да он был группенфюрером СС. Откуда вы это взяли? А нам захотелось, мы придумали. То есть в стиле Назарова, и вот эта часть тоже подонков, она вот так вот. Какие могут быть монархические настроения, если Кирилл Владимирович Романов был группенфюрером СС? Это вранье просто. То есть просто вранье. Вот вранье распространяется сектой Назарова и другими сектами. А есть еще одна секта самая могущественная, которая курирует все прочие секты. Это чекисты, наследники КГБ, наследники большевиков, расстрелящиков, изуверов. Они тоже, вот Марию Владимировну Романову, они тоже не знали, что она не наследует престолы. Они ее обложили со всех сторон. Это я уже собственными глазами видел. Обложили со всех сторон своим контролем. Когда она приезжала в Россию, к трапу подъезжала машина, ее забирала и везла ее туда, где устроена была прослушка и контроль полный. То есть тотальный контроль вообще любого действия. Вся переписка люстрировалась полностью, вся, включая даже то, что как-то раз мы попытались с друзьями написать ей на испанском языке, она в Испании проживала. Просто это письмо не дошло, потому что там к Марии Владимировны представлен секретарь, который эту всю почту изымает, просматривает и передает только то, что считает нужным. То есть там контроль тоже был тотальный. Те наследники, которые были неизвестны, Габи укритому, я считаю, правильно называют кровавое Габио, оно как было, так оно и есть до сих пор. Кто был неизвестен, они того не контролировали. И поэтому сейчас в них такая злоба, что они все устроили, здесь все под их контролем, а тут оказалось, что нет. Оказалось, коль скоро брак родителей Марии Владимировны нелегитимен в отношении престола наследия, то есть сын Кирилла Владимировича Романова, Кирилла Первого, унаследовал права на российский престол Владимир Кириллович, а его дети нет. Что в таком случае говорит закон о престол наследии? Другого наследователя мужского рода не было. Значит, наследует престол сестра Мария Кирилловна, сестра Владимира Кирилловича, старшая сестра Мария. И коль скоро она не знала об этом, то она и не заявляла своих прав, но это не имеет никакого значения, через нее теперь идет наследование. Ее потомки являются наследниками российского престола. Это не какой-то вариант, это однозначность. Однозначность. То есть Кирилл Владимирович однозначно наследовал престол, никого другого не было и никто не заявлял. Кто-то заявлял, а я не согласен. Ну там один из участников февральского переворота, великий князь Николай Николаевич, он как-то считал, что он должен быть диктатором, что очень сильно был обижен на государя-императора, что тот отстранил его от командования весьма неудачного, и он все время был в такой оппозиции российской монархии, будучи сам вроде бы принцем крови, но находясь потом в эмиграции, он ко всему относился скептически, потому что думал, ну его должны на руках наверное внести на престол Российской империи, объявить новым императором, поэтому он критически ко всему относился. Он не признал, ну а все это была очевидность, это был единственный выбор, и кроме февралистов никто против Кирилла Владимировича не выступал, вот, значит, это однозначное наследование, однозначное к его сыну, от него к его сыну никаких вопросов нет, дальше вот этот вопрос, который терзал монархистов, действительно ли является брак Владимира Кирилловича однозначным, ну я там в своей книге русская монархия описал, почему этот брак, почему Владимир Кириллович пошел на этот брак, зная, что он марганатический, он и не передавал права наследования, из документов это видно, я тоже знакомился с этой темой достаточно плотно, из документов видно, почему он пошел на этот брак, и, ну, по сути дела, его тонкая мысль была и в том, чтобы скрыть, скрыть реальное наследование, чтобы не получить то, что получили, то есть, вот этого тотального контроля, а там могло быть и убийство, легко, вот, кровавый большевистский режим мог легко на это пойти, как и шел неоднократно на убийства, организованные за рубежом, в русской эмиграции, уничтожение людей, я уж не говорю на территории, бывшей территории Российской империи, уничтожение людей, это была норма, но и за рубежом тоже выезжали эти бригады и убивали, и здесь тоже могло быть, вот этот тонкий шаг, что как бы вот туда вроде наследование ушло, а на самом деле оно пошло по линии его старшей сестры Марии, ее внук, ныне живущий, ныне здравствующий, и оказался действительно наследником Российского престола, и сам он об этом не знал, как и его бабушка Мария Кирилловна, не знала о том, что по этой линии идет престол наследия, нашлись добрые люди, которые ему это объяснили, показали документы, ознакомили его с документом, с законом о престол наследии, показали, как, почему, кроме как на него, свет клином нигде больше не сошелся, вот только он является наследником, и его миссия, если он отказывается, ну тогда следующий по родству наследует престол, ну это отдельный вопрос, как это родство высчитывается, кто там, у кого были марганатические браки, тот автоматически отпадает, и надо сказать, вот эта секта Назаровцев, она пытается сейчас поднять на щит Ростислава Романова, который живет в Париже, так у него все браки его родителей, его дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, все браки марганатические, а его пытаются поднять, ну смотрите, вот смотрите, какой такой с англоязычной внешностью человечек живет в Париже, и давайте на него обратим внимание, а вдруг это царь, и у недалеких людей, ну как, это же Романов, ну значит, у него какие-то права есть, никаких прав нет, а курирует его, как выяснилось, господин Нарышкин, тоже вот эта вот габийская часть, она как бы придумывает, то Майкла Кенского нам преподносят, это же возможно, ну смотрите, он и там красавец, а почему бы нам его сюда не пригласить, ну потом это как-то все скисло, и проект не пошел, а вот они новенький проект, Мария Владимировна, их тоже проект, который они носили на руках, дискредитирован, в глазах монархистов, в глазах вообще всех, а давайте новенький проект, вот давайте Ростислава Романова так тихонечко, с участием секты Назарова будем продвигать, будем показывать, вот в альтернативу реальному, реальному кандидату в императоры, ну надо сказать, что да здравый человек, каким и является наследник престола, понимает, что он-то наследник, но он престол этот вряд ли займет, или скорее всего не займет, он только должен быть готов к тому, чтобы занять престол, но уже как дальше наследование пойдет, это отдельный вопрос, он тоже на основе закона решается, но сейчас на нем он должен быть носителем идеи того, что в России возможно восстановление монархии, ой, какая монархия, 21 век, не может быть, это все анахронизм, ну это так только безграмотные идиоты говорят, которые не хотят славы отечества, а соучаствуют в ликвидации этого отечества, в ликвидации государственности как таковой, в чем огромные успехи у Путина и вот эти выборы, которые якобы выборы якобы состоялись, якобы кого-то избрали, это тоже деятельность по уничтожению российской государственности, и еще раз скажу, что секта Назарова участвует в этом гнусном процессе, не может быть у России никакого императора, не может быть у России никакой монархической власти, Россия не может снова стать империей, Россия не может быть государством, вот эта цепочка таких размышлений, я еще удивлялся, когда в 90-х годах читал там либералистическую литературу зарубежную, и удивлялся, ну они прямо пропагандировали, что государственность не нужна, государство это лишнее, государство это распадающийся институт, вот точно так же нам преподносится, какая может быть монархия, да государство это и есть монархия, настоящее государство это монархия, а не республика, республики это фикции, потому что все равно за кулисами управляют олигархи или просто банды бандитов, как в России, и те и другие есть, денежные мешки и бандиты, вот те, кто были у власти и в большевистские времена, и в настоящее время все это продолжилось даже в ухудшенном варианте, то есть идет вот деградация государственности последовательная из поколения в поколение и пропаганда антигосударственных настроений, чем занимаются и вот эти Назаровцы. Еще раз возвращаемся на следование после большевистских расстрелов старший в роду Романовых по закону Российской империи Кирилл Владимирович Романов, брак его не инцестуальный, брак его в конце концов одобрен, согласился государь-император с тем, что этот брак является законным и поэтому престол наследия сохраняется за вот этой ветвью, за ветвью Кирилловичей так называемых. Его сын Кирилла Владимировича Романова, двоюродного брата государя-императора Николая II наследовал права на российский престол. Дальше наследование перешло, поскольку брак Владимира Кирилловича Романова, внука, или там внучатого племянника правильно сказать, внучатого племянника государя-императора Николая II был марганатическим, поэтому наследование престола перешло в ветвь Марии Кирилловны Романовой, то есть старшей дочери Кирилла Романова, старшей дочери, ее потомки являются наследниками российского престола. Сегодня старший в роду Кирилловичей Николай Кириллович Романов, принц Ленингенский, проживает в Германии. Еще один аргумент противников российской государственности. Ну, он же ничего не знает про Россию, он не жил с нами и так далее. Да вы расстреляли всех, кто с вами жил. Ваши предки расстреляли, уничтожили, растоптали. И если бы любой потомок монархии приехал бы на территорию СССР, ну, он как минимум был бы арестован и провел бы остаток жизни за решеткой. Поэтому, собственно, никто и не претендовал на российский престол, потому что это было опасно для жизни. Никто не декларировал своих прав, потому что убили бы. Вы понимаете это или нет? Вот своим узким мозгом, который не может мыслить столетиями, а мыслить текущим. Я страдаю, со мной вместе должен страдать и наследник российского престола. Не должен он страдать. Он не должен здесь появиться до тех пор, пока не соберется земский собор и не призовет его править Россией. А чтобы собрался этот земский собор, нужна национальная диктатура, которая вытравит все антигосударственные настроения, которая восстановит и предложит вам истинную историю Российской империи, истинную историю и преподнесет вам в качестве имперского права, в котором престол наследия является одним из ключевых блоков, потому что это право на власть, на то, чтобы повелевать вами. Не вы там кого-то избираете, а потом бегаете и пытаетесь востребовать что-то, что вам вроде как положено. Ну, они же обещали, мало ли что они обещали. Монархия предполагает, что это в крови у династии управящего слоя, в крови служить России, а значит и в вашу пользу служить. Вы этого понять не можете, потому что вам ложная большевистская история, историография предлагается. Поэтому вы не понимаете, что такое монархия. Вы не понимаете, что это и есть настоящая власть, что это и есть настоящий суверенитет, что православный человек может быть только монархистом. Если он не монархист, он не православный. Вы в Бога веруете? В какого Бога? Во Христа? Тогда вы должны быть монархистом. И тогда вы должны четко по воле Божьей установленную династию поддерживать и в ней искать будущее России. И не ходить на подложные выборы, вот эти сатанинские, самые настоящие сатанинские выборы. Вы, кто в них участвовал, вы соучаствовали в сатанизме. И никогда с вот этими пасквеллянтами типа Назарова и его группировки не иметь дело, потому что они не желают, чтобы вы знали наследника Российского престола. Они дискредитируют монархию всеми возможными силами, всеми возможными силами. Вы, хорошо, я вот все, что я рассказал, вы мне не доверяете. Разбирайтесь сами. Разберитесь сами и ответьте себе на вопрос, кто является наследником Российского престола. Вы монархист? Где ваш наследник Российского престола? А нам это неинтересно, будет Земский собор, там разберемся. Это полная ерунда. Чтобы разбираться, вот вы говорите, это не важно, сейчас надо Россию спасать. Да, в этом смысле вы должны быть русским националистом. Но для того, чтобы видеть будущее России и служить этому будущему, вы должны быть монархистом, который знает, кто наследник Российского престола. Я знаю, кто наследник Российского престола. Вы знаете? Если вы не доверяете тем аргументам, которые я привожу, сами найдите ответ на этот вопрос. Сами аргументируйте и попробуйте аргументировать так же, как и я, на основе закона Российской империи, а не вашего произвольного суждения. Как делают вот эти секты, созданные так называемой кровавой губней, они выдумывают такие ответы, которые неприемлемы для российской государственности, которые ее восстановить в принципе не могут и не предполагают ее восстановления. Одна из форм служения России это ясное видение ее будущего, ее перспективы, как она может сложиться. Если этого видения нет, то и перспективы тоже нет. Если подавляющее большинство не хочет, чтобы Россия существовала, то ее и не будет. А сейчас именно такая ситуация. Подавляющему большинству совершенно наплевать на будущее, Россия значит на свое собственное и поэтому они будущим не служат, а служат своим текущим хлебным интересам. Из этого состояния надо выходить и людей из этого состояния выводить. И тогда Россия спасется и русский народ продолжит свое историческое существование. Слава Руси! Господи спаси!